Слезай, сука! Слезай, бля! Слезай, нахуй! Слезай, сука! Хе-хе! Сука! А ну слезай оттуда! Я тоже хочу фотографироваться! Это вообще-то общественное достояние! Общественное достояние, говоришь? Мне похуй на твои общественные достояния! Видать, ты меня неправильно понял! Он мой! И только мой! Моё ебло! И что, блядь, охуел? Гнида, это жеребенок! Таким куском дерьма, как вы! Даже воздухом моим дышать не позволено! Блядь! Я не могу! Ха-ха-ха-ха! Ну что? Кто следующий? Это полиция! Пожалуйста, поднимите руки, пока нам не пришлось продырявить ваше тельце! Блядь! Поскольку у нас достаточно времени, чтобы поболтать в ожидании, когда же за меня внесут залог, можно пока и обсудить кинчик. А поскольку я, ну, более, как оно, более сведущ в теме, располагайтесь в своих креслах, которые вы так усердно на Рошель Малафьёй в ожидании пришествия голубого Иисуса! Иисус католический, окей? Ага! Какая только ку-тюрьма с дизайном не творилась! На что только он, блядь, не был похож! На чернобыльского уроженца, на мошонку Такаши Идзуки, или же на мечту католического отца Фурьёба? Ебись со мной, сука! Ну, в итоге же, мы пришли к идеалу! Достаточно пластичен, чтобы возыметь выразительную мимику! Прекрасное телосложение, благодаря которому он так шикарен в экшн-сцена! О, да! Вот он мой сон! Да! Ладно, ладно, расслабьтесь, а то ещё увезут кого-то от передоза мемами, которые в фильме и так до хера! Забавно то, что в кинотеатрах вы можете увидеть целых три разных дизайна! Первый — это, естественно, тот, что был в фильме. Второй — это старый, стрёмный дизайн, который словно был прислан охотником-зоофилом, соорудившим из бедного животного секс-чучела! И третий — вы, наверное, в недоумении. О чём это я? Мелкий соник? Неподражаемый сауник? Или же кто-то приперсует арт Шедмана? Всё намного прозаичней. Арт на стакане! Вы спросите, чем же он отличается от того, что представлен в фильме? А я гордо отвечу, этот дизайн ни разу не был в этой обуви! Здесь нет белого ремешка! Ну что нам ходить вокруг да около? Словно ждём, в свою очередь, сортир. Поговорим о впечатлениях. Шёл я на фильм с неясным ожиданием. Увидев трейлер, я жутко загорелся желанием узреть этот фильм. Однако, когда подоспели обзоры, в том числе и многоуважаемого мною человека, все как один говорили, что это максимум крепкий середняк. Без души и сердца. Неспособный ни впечатлить, ни запомнится. Но вот после возвращения из разведки нашего сотрудника Герыча, я услышал абсолютно обратное. Я пошёл на сеанс. Все в интернете говорили, что КАУ НЕВЕРОЯТНЫЕ! Но я-то должен был проверить. И скажу, что всё прошло отлично. Яркий, добрый и весёлый. То, что надо. Я, блядь, реально не понимаю, что ждать от этой синей Берти Бобс. Два человека, чьё мнение для меня авторитетно, говорили абсолютно разные вещи. Ну и я, как истинный фанат, отправился на Сониковский фронт, естественно захватив с собой дему. Занятно, что ему-то старый дизайн приглянулся. Придя в кинотеатр, я был удивлён. Насколько же много людей пришло на Соника? Я достаточно частый посетитель киношек, однако за всю свою жизнь я ни разу не видел, чтобы всё настолько охотно раскупалось. Я тоже не удержался и закупился парочкой игрушек, плюс стаканчик. Оу, ма! Однако, так и не получил своё собственное секс-чучело. Когда я спросил, нет ли у них плюшевого экземпляра, мне дали отрицательный ответ. Их даже не завозили. Пришлось скупить весь оставшийся стаф и пиздошить на фильм, который оказался просто охуительным, блядь! Я лет 10 не получал такой чистой радости от просмотра фильма! Меня даже не покорёбил ежиный пердёж! О, перестань! Фу, жуть какая же ты! Пошлёшь, пердит! Что вы думаете насчёт этого? Проверь, не запачкал лишь кулу, дружок! Не смешно? Соника, какая? Пошлёшь, пердит! Ты собрался! Это не земля, не смешно! Поверь, не смешно! Фильм чудесен в своей непринуждённости. Он чувствуется как весёлый роут-муви из 90-х! Я бы сравнил Соника с Альфом по понятным причинам. Пришелец живёт на чердаке и пытается жить скрытно, хоть и с меньшим успехом. Тортик! Корректное сравнение, да? Уж явно, блядь, покорректней, чем сравнивать с ёбанными смурфиками! Комогнул мой! Комогнул мой! Комогнул мой! Комогнул мой! Это абсолютное дилетантство! Картины созданы по двум разным схемам. Авторы попытались писать лор Соника чуть дальше, чем Пишинаш прибыл с миром выкашить! И абсолютным пахуизмом на существование говорящих животных. Они изменили лор, внесли своё видение. То же самое можно сказать о фильмах, с которыми также сравнивают Соника. Стюарт Литтл, Гарфилд, Алмин и Бурундуки, блядь! Это другие картины! Сонику не впервой встречаться с людьми в прямом и переносном смысле. Соник, come back to me, to us. Иди ка, кошка, Таня! Раньше это были полигоны до текстуры, ну а сейчас мясо с костями! Хотя насчёт Джима Кири я сомневаюсь, уж бы он там молодой для 59-й. Не хочу ничего спойлерить, хотя обзор наверное выйдет позже наиболее благоприятного времени. Если поднимать вопрос отечественной локализации, то это позор ебаный! Все действующие лица озвучены отлично! Все! Все, кроме главного героя, блядь! За микрофоном стоял Антон Камолов, диктор, радиоведущий, диджей, шоумен, но вы поняли, кто угодно, но не актёр озвучки! Однако Парамоунт был немного иного мнения. Голос, конечно, подходящий, но отыграешь, не ушёл дальше того дегенерата Сида из никакого периода. Ну а теперь перейдём к оценке, которая будет основываться на нескольких параметрах. Визуал! Несмотря на то, что Соник был переработан в более удобоваримый дизайн, хотя по сравнению со старым, даже Алканафты из брони насмотрелись бы лучше. Совершенно не чувствуется, что протагонист был нарисован в относительной спешке. Он очень естественно взаимодействует с объектами и другими действующими лицами. Однако упор идёт отнёть не на графон, поэтому эффекты сделаны качественно, но не выделяющие. Оценка 9 из 10. Звук! Звук режиссёра выполнена стандартно. Ничего особенного. Честно встречаются звуки из игр, кольца, спинэш и прочее. Также хотелось бы упомянуть и про музыку. На протяжении всего фильма звучат достаточно заурядные темы, которые часто разбавляются классической музыкой 90-х нулевых. Однако был написан отличный трек Speed Me Up, который используется только в титрах. Что, блядь? Что-то меня выглядит достаточно тупо. Схуя ли вы кормите нас ностальгией и посредственными треками, в то время, когда у вас в активе была такая замечательная песня? Мех, 6 из 10. Сюжет. Про сюжет трудно говорить, потому что он, по всей видимости, является началом масштабного замысла авторов. Это видно на протяжении всего фильма. Общая недосказанность о родном мире Соника, явно интригующее прошлое доктора Эггмана, а также об этом буквально кричит сцена после титров. Так что после завершения фильма рекомендуется задержаться на некоторое время. Тем более, что и на сами титры можно поглазеть с интересом. 7 из 5 из 10. Эмоции! Что очень показательно, злобные дядьки из Сиги не покрыли наше детство писюналь, порвав межвременной континиум. Картина получилась по-настоящему веселым приключением с приятными персонажами. Соник чувствуется как гиперактивный упоротый ребенок, упоротость которого настолько высока, что задаешь себе вопросом, способен ли он что-то воспринимать серьезное, на что фильм даст ответ. Также важным персонажем подавивши немало эмоций стал Том Вачовский. Да, блять, Вачовский, не Ваковский нахуй. Типа, боитесь с ассоциацией сестра братья Мивачовский? Дюхня! Вернемся к Тому. Он не Крис. И я за это готов похлопать. Моя мать кинозвезда, мой тис миллиардер, у меня есть клевый дед, дружелюбная прислуга и трое преданных друзей, а живу я в огромном коттедже. Блять! Том же в отличии от Криса обладает какой-никакой харизмой, образуя с Соником неплохой дуэт. И кто бы мог ебаной пожалейки? 10 из 10. Поскольку это лучший подарок для фанатов, они сделали все правильно с точки зрения атмосферы. В итоге мы получаем 8 из 10. Крепкий фильм, который смело рекомендуется любому фанату франшизы, а также пригоден к просмотру и стороннему зрителю. Ну а этот зритель получит яркое, веселое и легкое кино с долей здравого смысла. Редактор субтитров